Максим 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 Максим, заработаем 50. Посмотрим, давайте начнем с 1000, а дальше... Я с вами согласен. Ведущая прогноза погоды изменяет мужу 22-24 раза в год. По окончанию бардовских фестивалей участники обмениваются свитерами. В Бразилии маленьких и некрасивых мальчиков сбрасывают в Донецкий шахтер. Кавказцы, которые праведно жили на земле, после смерти попадают в женское общежитие. Каждые 20 лет Алла Пугачева приходит в школу и просит у учительницы мальчика покрепче. Проститутка по кличке Ромашка то приезжает на вызов, то не приезжает, то приезжает, то не приезжает. В Ватикане абсолютно всем детям продают сигареты, потому что они берут не себе, а папе. Бомж, воспитанный творчеством Розенбаума, спит на ковре из желтых листьев в платьице простом. Старенький дедушка подмигивал девушкам. Максим, мы вас поздравляем, во-первых, с тем, что вы выиграли одну тысячу, во-вторых, с тем, что хорошие шутки. Там уже даже были спорные моменты, может быть, в конце минуты мы бы к ним вернулись, но не пришлось этого делать. Одна тысяча у вас в кармане. Идем на пять. Идем, идем. АПЛОДИСМЕНТЫ Старенький дедушка подмигивал девушкам на лавочке и уснул. Глядя на лицо священника, видно, что он ест за отца, сына и за святого духа. Валерию Сюткину стрёмно возвращаться домой после концерта, но всё-таки поздний час половина первого. Работники химического завода к концу смены лично общаются с Менделеевым. Рыбак пришёл с рыбалки пьяным и получил от жены вот таких триндюлей. В доме престарелых во время игры в мафию на фразе «Город засыпает, игра заканчивается». Девочка, которая очень любит засыпать под звуки дождя, никак не может принять душ. Студент Сергей пошёл работать. То ли Евгению стало смешно, потому что он тоже не может принять душ в последнее время. Воды горячей. Воды нет горячей, да. А вы бойлер? Либо это действительно смешная шутка. Максим, я вас поздравляю, у вас 5000 гривен есть. Если эти шутки действительно были написаны за неделю, честь вам и хвала. Дальше идём? Да, давайте на 10. Поехали. В Верховной Раде произошла драка между правыми и левыми из-за того, что кто-то показал средний. Студент Сергей пошёл работать в Макдональдс и через месяц линия судьбы на его руке тупо исчезла. Тимати проколол нос и вставил туда колокольчик. Ну что пи... Хорошо, хорошо, пошло, пошло. О, 10, 10 тысяч гривен. Максим, мне кажется, надо продолжать, да, по накатанной? Ну, кто не рискует, тот не ездит к девушке в Житомир. Поэтому давайте... На кону 20 тысяч гривен. Максим из Хмельницкого пытается их заработать. Давайте попробуем надувать. Тимати проколол нос и вставил туда колокольчик. Ну, чтоб его голова начала издавать хоть какие-то приятные звуки. Проезжая на эскалаторе метро «Арсенальная», девочка Оля успела повзрослеть, пойти на пенсию и уйти на работу. Ребёнок Анны Семенович, когда родился, он не плакал, он слегка подофигел. Мальчик, который в девятом классе пропустил один урок биологии, так и остался девственником. Владимир Кличко изменил невесте. Теперь он козёл по версии WBO, WBA и W «Я уезжаю к маме». И вот уже 20 тысяч у Максима есть. Вот у Максима есть 20 тысяч, а можно сделать так, что у Максима будет их 50. Судя по движению рук Максима и то, что он складывает папочку, уже, по-моему, всё понятно. Либо сейчас пойдут миниатюры. Ну, можно было бы попробовать. На самом деле, честно, вот я писал неделю-год, да, и вот у меня я могу... Неделю-год? Неделю-год. Свой календарь мая у вас. Такой неделю-год. Честно, у меня осталось всего 4 шутки. Я не уверен, что я получу 50 тысяч гривен. Поэтому спасибо на 20. Максим, а мы уверены в том, что вы хорошо сегодня выступили. Мы вас поздравляем с тем, что вы выиграли 20 тысяч гривен. Спасибо большое. Спасибо. 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 Вот видите, дорогие друзья, в нашей программе всего лишь неделю нужно поработать, чтобы уйти с 20 тысячами гривен. Неплохо, мне кажется. Да быть с собой, не надо лениться, можно написать хороший материал, а юмор он везде есть, в жизни, поэтому наблюдайте, пишите, приходите, выступайте, и все будет хорошо. Спасибо.